Дни ненецкой письменности и культуры, которые проходили в регионе в течение месяца, завершаются. В их рамках в округе прошли многочисленные мероприятия и акции, в том числе в Ненецком краеведческом музее, где работает постоянная экспозиция, рассказывающая о традициях ненецкого народа. Подробности в следующем сюжете. По-русски аркан, по-ненецкий тензей. Плетется такая веревка из четырех кожаных полос. Так, на экскурсиях в Ненецком краеведческом музее можно не только познакомиться с бытом ненцев, но и послушать родной язык местного населения. Лариса Латышева с интересом и любовью к родной культуре рассказывает об устройстве чума, внутреннем убранстве, санях и традиционной одежде. Прошла экскурсия путешествия в Ненецкое стойбище, которая проходит у нас практически ежедневно. То есть каждый житель города, округа может заказать эту экскурсию именно по этнографической части постоянной экспозиции Ненецкого краеведческого музея. На экскурсии в краеведческом музее посетители могут погрузиться в культуру ненцев, своими глазами увидеть традиционную одежду разных тундр и даже послушать легенду о появлении собачьего меха на панец женщины из Канинской тундры. Однажды к ним пришел глава Нижнего мира и захотел, чтобы человек начал обладать всеми плохими качествами. А уже полную версию легенды вы можете послушать из уст Ларисы Латышевой на самой экскурсии. Дни Ненецкой письменности и культуры дополнительно напоминают нам о важности сохранения родного языка. Ненецкий язык в нашем округе благодаря таким именно дням будет жить в веках. Нужно работать, как мы говорим, со всех направлений, со всех фронтов. Это должны работать обязательно и семьи, то есть это языковые гнезда, которые сегодня существуют. Это должны прилагать усилия и учреждения образования, учреждения культуры, а также и органы власти. Петр Алексеевич Литков отмечает важность поддержания национальных поселков. Ведь для сохранения культуры и языка нужны условия. Мы отстаем от других национальных округов развитие своего языка. Если поступать к практическому воплощению, чтобы сохранить язык, я хотел бы сказать, что надо, во-первых, учить специалистов, учителей. Старейшины Ненецкого автономного округа очень переживают о сохранности ненецкого языка. Ведь родную речь всё реже можно услышать в повседневной жизни. Языковая ситуация в Ненецком округе сложилась неприятная, даже, можно сказать, критическая. Дело в том, что дети получают знания в школе на уроках, дошкольники, малыши получают какие-то знания по родному языку в садиках, а когда приходят домой, там нет общения на ненецком языке. Эти знания, которые получили в школе и в садике, они их не закрепляют. По мнению почётного работника общего образования Марины Хатензейской, всё идёт из семьи. Задача родителей – привить детям уважение и любовь к родной культуре и языку. Ведь важно желание и заинтересованность молодого поколения, мотивация хранить традиции. Ну, конечно, это длительный психологический процесс. Сразу так всё не изменится. Но есть такой выход, на мой взгляд, один из выходов – это развитие устной разговорной речи в семье, в окружающей среде, вне школы, вне садика. Дни ненецкой письменности и культуры помогают пробуждать у детей и молодёжи интерес к истории своего народа, традициям и языку. Мероприятия проводились не только в столице региона, но и в отдалённых сёлах. Была межмуниципальная выставка ярмарка «Северные просторы» и список мастер-классов по ненецкому рукодельнику. В учреждениях города, сельских школах и домах культуры проводились множество мероприятий, в их числе вечера поэзии и фестивали народного творчества. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе мероприятия проходили без зрителей и соблюдением противоэпидемических мер. Часть из них в онлайн-формате.